Здорово! Так, чё? Я женат, да, 10 лет от Рождества Христова. Я счастлив. Боженька, цветочек подарил вообще, как кайфую. 10 лет как песня, ой, ой, как кайфую. Я недавно, у меня жена, ну она же не перестаёт меня удивлять, она недавно, я понял, что её смысл жизни — это скупить весь Озон. Она мне каждую неделю говорит, у меня посылочка пришла. Пойду посылочку заберу, посылочка пришла. Я думаю, да ты ж мой дядя Фёдор грёбаный. А тебе не злой велосипедист отдаёт? Она столько на Озоне покупает, как будто у неё озоновая дыра в башке. Мне кажется, таким чокнутым надо, ну, реально ввести законодательно тест на робота. Но только там надо искать не светофоры, а берега. Чтоб она сидела и такая, господи, что нажимать? Берегов не вижу. Подоскажи, пожалуйста. И она говорит, что ты ругаешься? Я же, ну, фигню не покупаю. Я проверил. Килограмм кунжута она купила. Ну, конечно, мы же Синичкины. Мы же скворечники живём. Она говорит, а когда чтобы дольше жить? Я говорю, конечно, эту хрень ещё съесть надо. А у меня такая лапушка всё домашнее любит, всё любит домашнее. А я считаю, что всё домашнее, но это погонь. Домашние роллы пробовали? С ментаем это что вообще? Ещё сидите, как два придурка друг друга уговариваете. Нет, ну никак в магазине, конечно. Но с майонезом можно. Домашний стриптиз, девчонки, заканчивайте. Сидишь, смотришь. Роллом закусываешь, чтобы не расстроить. Я считаю, всё классное, домашнее только у бабушки, да? Но стриптиз тоже отстой, если честно. Не пробуйте. Обожаю свою жену. Я обожаю. Мы так долго живём. Расскажите, девчонки, почему, когда с вами долго живёшь, именно вы считаете, когда наша вещь устарела? Я недавно искал футболку, смотрю, она ей пол моет. Я ей говорю, это что такое? Она говорит, ты её не носишь. Я говорю, так я её искал. И она, ну со стернём. А я считаю, нормальная чёрная футболка, выступать можно. Аплодисменты. Аплодисменты. Принь такой молодёжный. Аплодисменты. 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 Последствия брака. Это дети у нас, да? Одна штучка есть. Аплодисменты. Ой, сыночек мой, обожаю. Господи, тоже второй цветочек боженька подарил. Ой, я так кайфую вообще. Дети. Такая сладость. Вообще нравится мне очень сильно. Вот. Кайфую вообще. Ой, классно. Ну это лайк стопудовый. Дети. Ну надо отдать должное. Честно. Давайте честно признаем. Ну они же надоедают. Ну по-честному. Но больше всего меня триггерит, когда мне мой сын говорит, пап, смотри. А там нехрен смотреть. Он говорит, пап, смотри, как я умею. А он, ни хрена, не умеет. Ни сальто, ни колесо, ни песню. Он вот так на ногу встает и все. И я, как ответственный родитель, говорю, вот это да. Вот это у тебя получается. Но со стороны мы похожи на двух алкашонков. Один стоит, ё-моё, как так вышло. Второй, на одной ноге смотри, смотри. Да. Дети задают много вопросов. Много вопросов. Постоянно задают вопросы. Мой сын недавно сидели, мы за ужином. Он смотрел долго в стену, поворачивается ко мне и говорит, пап, почему мы не едим людей? Я так офигел. Первое, что я подумал, насколько плохо приготовила моя жена. Что он может с халаем её? Она не старается. А моя жена идеально готовит. Да, вы бы знали, её фирменное блюдо – это мясо по-французски. Там ещё подача такая. На, жри. И я за обе щёчки это дело уплетаю. Ну, я хочу быть хорошим отцом для своего сына. Хорошим. Я не хочу быть отцом из девяностых или мамой из девяностых. Помните, как в девяностых ты бежишь куда-то маленький, падаешь, обшарпываешь себе лицо, стоишь весь в крови, а мама тебе такая, «Ну и зачем ты упал?» А ты такой, «Мамочка, я не планировал». И она тебе, «Ну вот и всё, штаны порвал! В чём ты завтра в школу пойдёшь?» И ты такой, «Мамочка, мне семь лет, может, ты подумаешь, в чём я в школу пойду?» Да, вы знаете, я очень долго играю в КВН, очень долго, прям, ну, очень долго. И однажды я также с девчонкой попал в премьер-лигу. И её в этот год перестали показывать. И у моей жены возникли вопросы. Она мне говорит, «Вот ты, чувачок, с какой-то молодухой едешь в Москву тусоваться, играть в премьерки, которую не показывают. До тебя её показывали, а сейчас почему-то перестали показывать». И у меня из аргументов, ну, вот так вот. И вот я надеюсь, что мне осталось пару шагов всего лишь до высшей лиги. Я надеюсь. Я очень много наговорил про семью. И если вдруг у меня не получится, я просто надеюсь, что они будут мной гордиться. У меня на этом всё. Спасибо большое. Это была команда КВН «Леон Киллер» и «Гарик Пекшев». А теперь оценки жюри. Пять, пять, четыре, пять, пять, пять. Гарик, я с залом согласен, но мы прощаемся с тобой до следующего конкурса. КВН «Леон Киллер» и «Гарик Пекшев». КВН «Леон Киллер» и «Гарик Пекшев». «Балик Пекшев». «Леон Киллер» и «Гарик Пекшев».